МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и канал НТВ, еще не оправившись от знатного позора с якобы прямым эфиром и экспертами, работающими одновременно на две студии. Благодаря российскому вмешательству, военному, устоял Асад. Фактически без нас Асад бы не устоял, его бы уж там не было, если бы не вошли. Решил продолжить ритуальные танцы с бубном. Видимо, от постоянной смены методичек мозг отдельных товарищей закипел окончательно и в эфир победоносно влетела вот такая радость. Сегодня появились шокирующие документальные свидетельства зверств, учиненных турецкими войсками над мирным населением Юго-Востока Украины. Мюго-Востока Украины. Мюго-Востока Украины. От таких откровений даже стыли на Басурин от обиды в кресле заерзал. Ну, честное слово, совсем совесть потеряли. Хлеб прямо изо рта спикера всея Новороссии вырывает. И решил Басурин от такой зрады ответный удар нанести. Мол, я-то не хуже фантазер и затейник. Тем более, что и повод отличный будет. Сегодня Украина предприняла в очередной раз попытку перерезать трассу. Вторую неделю подряд на стратегически важной развилке возле бывшего ясиноватского поста ГАИ идут полноценные бои. Боевики стянули в соседний дачный поселок Яковлевку и артиллерию, и танки. Да-да, те самые, которые они якобы отвели. Минометные расчеты стоят просто в огородах. И естественно, о том, что ответка может прилететь, если не по людям, то по их домам, никто из этих носителей русского мира даже не думает. Да что там ответка? На федеральных каналах боевики-то вообще не стреляют. Так тщательно соблюдают Минск, что от их порядочности слезы на глаза наворачиваются. Среди военнослужащих ДНР есть раненые, но Донецк ответный огонь не ведет. Но теперь давайте посмотрим на реальное положение дел. Это все та же ясиноватская развилка. Именно туда обиженный сказочник Басурин повез уже прописавшихся в Донецке корреспондентов из Москвы. Ну, в основном, что работает здесь? Это зенитные установки, БМП и минометы. Саня Захарченко тоже решил не прощелкать возможность попасть в телевизор. И, нарядившись в костюм Александр в боевом, показательно пошел воевать. Правда, героическую картину для обильного потоотделения у сочувствующих дам постбальзаковского возраста из Астрахани или Тамбова портили охранники, буквально окружившие Захарченко. Да-да, этот храбрец сотого левела пошел воевать с укропами в плотном окружении коллег Александра Родионовича Багадача. Да уж, деды так точно не воевали. На передовую, да с охранниками это сильно, кому рассказать не поверят. Но вернемся к главной, самой вкусной булочке. Представители ДНР сообщили, что украинские военные заняли участок в буферной зоне у трассы Ясиноватая-Горловка и обстреливают гражданский транспорт. По Ясиноватскому посту Басурин ходил павлином. А московские корреспонденты писали привычные стендапы из серии «Мы хорошая, это все хунта зверствует». Спецподразделения вооруженных сил Украины пытаются отрезать трассу Донецк-Горловка и занять позицию, которую сейчас ополченцы продолжают удерживать. Больше других поддавал жару канал «Россия». Там, к середине сюжета, вполне ожидаемо оказалось, что ангелоподобные ополченцы вообще не стреляют. Видать, только силой мысли отгоняют якобы атакующих укропов. Ага. Донецк ответ на огонь не ведет. Но не успели зрители удивиться, как это можно воевать, не стреляя в ответ, как ручкой всем помахал вот этот кадр. Как вы думаете, а что это там на асфальте лежит? Это гильзы от АГС, автоматического станкового гранатомета. А чтоб всем было понятно, давайте внимательно посмотрим вот это видео. Солдат производит выстрел. На земле оказывается вот эта радость. Теперь понятно, чем это там весь Ясиноватский блокпост усеян. А уже телеканал «Раша Тудей» открыто показывает, из чего, собственно, и стреляли. А главное, здесь на украинскую армию не спихнешь. Стреляли с АГС. Это доказано самими же российскими корреспондентами. Но давайте вспомним, а что там зрителям по каналу «Россия» рассказывали? Среди военнослужащих ДНР есть раненые, но Донецк ответ на огонь не ведет. С другой стороны, зная этих героев мяча и кирпича, ничему удивляться не стоит. Ведь что там АГС, когда в открытом доступе оказывается вот такой эксклюзив? На первый взгляд разобраться сложно. Слышно вот, что стреляют из чего-то тяжелого. А из чего и, главное, где, поначалу непонятно. Но, сделав стоп-кадр во время вспышки, получаешь настоящую сенсацию. Боевики стреляют из гаубиц просто из центра Донецка. От стадиона «Шахтер». И доказать это совсем не сложно. Совсем рядом находится шахта Горького, где, вероятно, вот и так плоховидящего ОБСЕ и прячут эти гаубицы. Но главное это в другом. Отсюда, до бульвара Пушкина, то есть центра Донецка. 10 минут пешком. Думают ли те, кто превращает парк Щербакова в огневую точку, о том, что ответка может прилететь по гуляющим здесь мамам с детьми? Или, например, на футбольные поля чуть ниже, прямо во время матча? Следуя из вот этих кадров, конечно же нет. Им плевать на город, плевать на людей, живущих в этом городе. Ну, хотя бы потому, что они не местные. Вот типичное видео, которое многое объясняет. Привет, с Дальнего Востока. Сергий Пасад. Привет. Кого только нету, со всех концов земли. Тагил. Тагил. Ага, все сплошные местные шахтеры и трактористы. А еще послушайте вот этот момент. Надписи на стенках. Это либо писатель, либо писатель. Это либо писатель, либо писатель. Это что получается? Вместо студентов в общежитии обезьян с гранатой заселили? А Басурин такого не рассказывал. Хотя нет, рассказывал. Но не о своих. Выявлено размещение на территории общежития ПТУ. До 50 человек лишь составом. Но не о стрельбе гаубицами из центра Донецка. Ни о боевиках в студенческих общежитиях федеральные каналы не рассказали ни слова. Оно и понятно, ведь это конкретный залет. Впрочем, зная этих товарищей, не стоит удивляться, если уже завтра они поведают, что... Это укропы в карманах штанов пронесли гаубицы и устроили провокационную стрельбу прямо из центра Донецка. Дошло до того, что списывать на киевскую хунту местные пропагандисты стали даже преступления на самих оккупированных территориях. Причем степень маразма явно зашкаливает. В Горловке ДРГ-карателей похитила Ирину Ермакову. Вчера ее тело было найдено на Короленковском ставке. Представляете себе диверсантов, которые, рискуя жизнью, пробираются в город. Ни в кого из военных не стреляют, ничего не взрывают, но зато решают похитить и убить девушку. Да, это просто бенефис ватной логики. И это при том, что давно известно. Большинство защитников русского мира обликом морали исключительно по телевизору. Ведь даже сами боевые новороссы не раз признавались, что если ополченец отдыхает, ищи трупы по посадкам. И когда мы избавились от ряда причин и проблем, выслали отсюда многих представителей, которые ребята с Кавказа, с Чечни, которые часто там имели обыкновение отдыхать и часто провоцировали. У нас уже не один труп откопан с всех времен. Добавим сюда и массовый алкоголизм, и наркоманию в рядах боевиков, о которых опять-таки они сами и рассказывают. Янство, повальня, наркомания и течащие. И получим на выходе вот такого типичного воина фейковой Новороссии. Это сейчас вот молодежь понабирали, работы нету, того нету. Наркоманы и того подобия. Его сослуживцы из всей гуманитарки почему-то просят привезти только пластиковые бутылки и фольгу. Молодежь окурила там бульбулятор, и как они? И тут по телефону звонят, бабона снайпер убрал нас. И они начинают искать гвозди и молоток, чтобы двери заколотить, чтобы трупы не зашли. Ну это нормально. Сам защитник русского мира, ну просто как герой одной из песен группы «Ленинград». В смысле, я лично бухаю, а кто-то колется. Пить можно, когда бой начинается, ты резеешь сразу, как будто я не пью. Еще раз, это не из Голливуда пленочка. И не у красми врут, это сами боевики снимают и в сеть выкладывают. И угадайте с одного раза, а как живется мирным жителям, когда вокруг вот такие товарищи с автоматами? Но пока оружие в руках, а по российскому телевизору сплошь благородство до цветочки, они могут чувствовать себя вполне комфортно. Ведь самое страшное преступление всегда можно списать на неких виртуальных диверсантов. А циничное убийство девушки в горловке – это лишь самая вершина айсберга. Вот такой вот он, русский мир во всей своей красе, бессмыслен и беспощадный.